Всех приветствую на своем канале. У меня был как-то запрос в комментариях на тему моей косметики. Я была дико простужена и долго не могла понять, что конкретно от меня хотят, но если правильно я поняла, и тогда пристал коммент, то запрос был именно на тему моей личной косметики, той косметики, которую делаю я сама. Именно тогда у меня такая мысля возникла, и девочка, кажется, именно этого и хотела. В общем, у меня тут на столе куча всего стоит. Я сейчас это приблизю. Ну, тут еще и хлебушек с цветочком и солью стоит. В общем, с чего бы начать-то? У меня тут... Чем я только не делала? Конечно, вот из того, что сейчас осталось, у меня чего-то нет. У меня был гидролат роза. Кстати, гидролат роза очень хорошо удаляет макияж. Я читала в интернете, потом решила попробовать. Тестировала я на своей подружке Машке. Делала я много раз всякие там мыло и шампуни. Тестировала эти шампуни даже на Женькиной маме. Девочка Женя была у меня такая подружка. Вот уже с лишним мы как не общаемся. Ну, сейчас речь не о ней. Я имею в виду, что много чего делала. Из мыла у меня осталось... Сложно назвать это мылом. Конечно, на самом деле это мыло, но я как-то делала, если последний раз мыла с соком алоэ на, соответственно, мыльной основе, которая у меня осталась с кузки нос. И я все хочу попробовать уже правильным способом, а не так, как делала. У меня там есть вот мыло из золы, и в результате у меня вышло не мыло, а масло из золы. В общем, в результате чего я еще сделала гидрофильное масло. Ну, про него я тоже расскажу. В общем, у меня было мыло, и просто чуть-чуть оставалось этой самой уже как бы жидкой готовой составляющей, а выливать было некуда. Я просто залила вот в какую-то коробочку из-под чего-то, и вот здесь вот, извиняюсь, кусочек этого мыла есть. Я вообще его делала чисто для умывания лица, как бы как увлажняющий момент, да, и оно, в принципе, туда и использовалось. Ну, еще голову один раз помыть умудрилась, и ничего, так нормально. И тушку свою помыла, вот то, что осталось, но я думаю, просто это потом уже как-нибудь вымылить на умывалку. Сейчас у меня там стоят ванны, пенка японская от Алены из Украины, и еще эта маска-скраб французская от Диляры. Да, я подписчица. Ну, а как бы есть чем умываться, и я пока вот его держу в коробочке. Еще у меня было вот, делала, я, конечно, не обозревала, но у меня есть в ВКонтакте такая группа травная, проверена на себе, или травник, или что-то в этом роде. Честно сказать, сама название не помню. Спинка ее, своя однокрупница, с которой тоже, к сожалению или к счастью, не знаю, почему мы больше не общаемся. На мое поздравление с днем рождения она никак не среагировала. На предложение встретиться в Ярославле, куда она ездит учиться, мне не очень понравилось, как она среагировала. Я просто сама решила не ехать, потому что был шанс, что я приеду, а на месте меня никто не ждет. В общем, она в свое время меня сагитировала эту группу сделать. Кажется, в 2015 апреля я ее, наверное, сделала, или в 2014. Наверное, в 2014 еще за год с лишним до того, как Аленка сагитировала меня вести канал. На ютубе именно в том плане, как канал, а не как склад барахла всякого видео подобного. Видеоформатного, скажем так. В общем, у меня там есть в этом травнике фотка, скорее всего, и инструкция по применению, как делать. Я делаю пивной шампунь на основе мыльной и, в общем, на основе темного пива, по-моему, портера или портера, не знаю. Поправьте меня в комментах, если знаете, как правильно произносить, я все время почему-то путаю. Да, у меня там есть запрос моего отношения к алкоголю, сделаю как-нибудь, и, может быть, будет понятно, почему я пивной шампунь делала. Кстати, очень хорошо промывала волосы. Ну, и, в общем, я периодически делаю какой-нибудь шампунь разнообразие ради, или какой-нибудь там мыло себе. На самом деле, я хотела заниматься чисто своей косметикой, но в 2015 году Женька очень сильно, еще где-то полгода меня уговаривала заниматься Эмином. Я все-таки занялась Эмином. В результате просто пала нужна делать что-то для себя, своими руками, потому что, как бы, косметики было дофига. Сейчас, благодаря моим добрым подписчикам, спасибо им, конечно, огромное, у меня целая полка всякой разной косметики, и, в том числе, у меня сейчас в пользовании тайский шампунь мандариновый, еще два стоят в запасе. Один я покупала, один мне подарила подписчица Лёлька из Тюмени. Ну, и, в общем, как бы шампуни пока делать не надо, нет надобности. Ну, я думаю, когда у меня однажды когда-нибудь закончится эта полка, или хотя бы эти шампуни, я все-таки буду делать себе исключительно сама свои шампуни, не буду покупать, а именно делать сама. Я надеюсь, что у меня к тому времени получится создать из этой золы, из деревни привезенный мешочек, у меня там в одном мешочке сотый воск, в смысле, сделанный, если кто-нибудь, ну, кому интересно, возможно, у меня на канале там малюсенький такой видос был, на телефон записанный, может, года два назад мы поехали убираться в доме с нашим деревенском, ну, кто не знает, у нас семейка 1929 года держит пчел, пасека такая, и пчеловодцем занимаемся. Да, и, короче говоря, я тоже иногда хожу, иногда мне позволяют, в прошлом, точнее, в этом году, я даже впервые в жизни ставила рамки на осушку, не сколько боялась пчел, сколько бабочек, которые рядом летали, кому неизвестно, или кто не хочет сыскать по каналу видео, какие-то там про мои страфикации есть ролик, я боюсь бабочек. Да, вот так. Ну, и, в общем, у меня в одном мешочке там воск, потому что у нас, видимо, когда-то слетел рой, и не заметили, и он привелся там на столбе забора огородного, скажем так, и там как раз, ну, соответственно, Зимон там весь промерз, и пчелок уже не было, а воск остался. И я вот тогда его собрала аккуратненько, у меня один лежит воск, я его в основе использую для каких-то своих экспериментов, например, вот, или, ну, и так просто вообще лежит. В другом мешочке у меня лежит зола, все ждет своего часа. В общем, я тут перешла. Это у меня кусочек такой, дезодорант. Я их делала, в общем, когда моя однокласска дарила мне за компьютерную помощь коробочку с мыльной основой, что подсадила меня на мыло, тогда я все давно хотела заняться мылом, но как-то все руки не доходили. Наверняка в каком-то видео я уже говорила про это, возможно, про какие-нибудь там мои хобби, также по просьбе трудящихся. А еще была баночка слегка уже просроченного кокосового масла, исключительно вот в косметических целях. Ну, и я тогда делала себе, попробовала дезики кокосовые на кокосовом масле, и потом мне диляра подарила, у меня до сих пор что-то стоит там, до сентября следующего года у него срок, я сегодня утром проверяла, думаю, какой десерт на нем может приготовить, потому что я его что-то даже ела. Потом я покупала год назад еще у нас нижегородская какая-то фабрика, которая делает майонез, внезапно в Дикси продавались их полкилограммовые коробочки, коробочка у меня так осталась, хороший такой контейнер получился, кокосового масла. Вот сейчас у меня стоит кокосовое масло из Индии от Диляры, и я делала вот на воске, эфирных маслах, на этом кокосовом масле вот такой дезик, он еще у меня не пользованный, он, так сказать, в пищевой пленке, я его храню на дверцах холодильника. Когда я начинаю пользоваться, вообще вот такими дезиками, когда я начинаю пользоваться, мне все равно у меня лежат на дверцах холодильника, я выхожу из душа, беру эту штучку, плиточку, тык-тык, и обратно. Ну, по подмышками, да, естественно, где еще и дезиком пользоваться. Я делала своей тетя, но ей не нравился запах, я тогда с лавандой делала, там чайное дерево ей казалось, что перебивает. Основное, конечно, чайное дерево из эфирных масел, я честно сейчас состав не вспомню, но если интересно, у меня вот в этой равной группе там есть составы, фотки, и как это делается и тому подобное. У меня всякие инструкции по применению. Теги у меня там в основном iWForever, естественно, потом личный рецепт с головы, это уже чисто я там через, не знаю, палочка такая, нижнее подчеркивание, скажем так, писала еще что-то. И ссылка вообще, я не помню, есть ли у меня в инфобоксе на эту свою страничку, но на странице канала, в информации о канале, эта ссылка есть. Если кому интересно, проходите, смотрите. Я ее то обновляю, то не обновляю, ну как-то так. В общем, второй дезик. Ну да, флакончик, естественно, от шановской, атаковской, как сказать, фирмы, или как бы это назвать. Ну, в общем, ашановская фирма каждый день. У меня тут флакончик женский дезидорант, когда-то я его покупала, но мне тупо надо было формочку такую с шариком. У меня раньше был флакончик от Алифлэймовского дезика, но они имеют свойство растягиваться. Он весь тут желтенький такой, обмазанный, ну в смысле как вот, слегка видно. Это у меня, сейчас делаю этот дезик на основе облепихового масла. Тоже, если интересно, есть, по-моему, на канале видео какое-то, про дезик такой масляный, спрей пыталась сделать, но на самом деле мне удобнее все-таки пользоваться именно шариком, если он жидкий. Или вот плиточка, вот у меня он практически уже заканчивается, надо будет делать снова, у меня там остатки облепихового масла осталось как раз на один раз. Опять же, интересно, глядите рецепт. Так, чтобы что-то начать. Ну, я думаю, сейчас надо побыстрее по духам пройтись. Какой-то момент по времени такой. Видимо, длинное видео будет. Все, мои самые первые духи из детского набора парфюмерного. Кто-то мне в комментах как-то написал, что типа можешь попробовать делать духи. Ну, и я тогда, помню, купила этот набор и сделала. И на самом деле у меня почему-то там было 3 масла, я не помню, розовый, ваниль и почули или что-то в этом роде. Ну, есть видео тоже на канале, скорее всего, в плейлисте Химик Люля, наверное. Гляньте, если не найдете, и вам интересно, можете написать там, я постараюсь вам дать ссылку. Короче, эти духи, я их тестировала на много ком. Мои сестры, моя тетя, бабушка тогда еще говорили, что пахнет корицей. Корицы там вообще в составе не было, не знаю почему. Подписчица Ирка, которая ко мне приезжала, ну, не так давно, наверное, может уже недели-две назад, да. Видео там как раз вот есть про мышки, мышки на встрече с подписчицей, она в камеру не хотела влезать. Ну, и, собственно, я ушла ее пожелание, там максимум только рука может виднелась где-то. Кажется, она сказала, что тоже пахнет корицей. Но вот я чувствую сейчас, я не очень понимаю, что, но вот они настолько очень нежные были, что я им практически потом не пользовалась. И меня так стояли и стояли, дозревали. Потому что я-то ожидала там какой-нибудь фейерверк ажиотажа, в смысле аромата, да. В общем, такие первые мои духи, без названия совершенно, этот флакончик был в том наборе, набор был слегка обракованный. Покупала в Дети и Мода, и в Дети и Мода уже два раза попадалось слегка что-то обракованное. Может, конечно, это чисто мне так не везло, может, у них действительно что-то такое, ну, досмотрели, не знаю. Так, потом, у меня вообще тут есть бумажка, и какие-то духи я делала, просто фоткала, потом выкладывала в странную группу, какие-то я, по-моему, делала на видео, как мастер-класс, потому что меня кто-то когда-то просил этот мастер-класс. В общем, у меня, мои вообще первые самые любимые духи, одни из первых, это Бекмос, я не помню фирму, Бекмос Нью-Йорк, у меня два таких флакончика осталось еще из детства. Я все время любила всякие флакончики коллекционировать после духов, ну, и что-то я потом, правда, выкидывала, что-то у меня осталось, и вот что-то осталось, оно мне пригодилось. И что-то я на бумажку записывала, какие-то у меня подписаны, какие-то, я не вспомню, что здесь, и они, в общем, так, в флаконе, это не то. Потому что одни у меня уже забрала Аленка, они с чем-то там были во флакончике от Мэри Кэй, такие вот раньше были у меня, я не знаю, что они еще есть. Думаю, о тебе, кажется, он назывался эти духи, маленький такой кружочек с голубой крышечкой. В общем, да, вот в Мэри Кэй там была ваниль, пачули и лаванды немножко, и что-то еще, да, по-моему, только лаванды немножко. Потом Аленка у меня просила еще духи с лавандой чисто сделать, и я их тоже покажу, дело недавно. В общем, а натурель, в флакончик у меня был там пачули и ваниль, яиц забрала как раз Ира. В общем, я не помню, что это такое, тут, по-моему, чисто вот масляное с чем-то. Конечно, можно нюхнуть, но я уже не скажу вам, потому что что-то такое теплое, нежное, мягкое. Это, скорее всего, отсылка или к видео, или к той самой травной странице. Здесь у меня тоже битмоз, это глицерин. Почему оно белое, я вот читала в интернете, но мне кто-то писал в каментах, я помню, что глицерин можно использовать вместо парфюмерной основы под духи. Я попробовала, но на самом деле не очень получается, потому что он расслаивается, это надо каждый раз трясти перед употреблением, перед применением, скажем так, неупотребления. Сделать такой жест, кто-нибудь камент так скажет, что у меня какой-нибудь такой алкогольный анаконный. В общем, тут у меня масло какое-то, и вот этот вот сам белый глицерин, он становится белым, видимо, дает реакцию такую. И я на спирте пока еще не делала духи, потому что надо где-то брать медицинский спирт, я вообще не представляю, где ее брать. Покупать водку с этим у меня вообще туго, мало того, что не понимаю водки, так мне ее еще очень неудобно покупать в магазине, потому что, ну, мне ее неудобно покупать, я не пользуюсь водкой, я не знаю, какая она вообще бывает. И поэтому на спирту я как-то еще не делала духи. У меня были исключительно вот масляные. Вот она такая, белой такой жидкостью становится. Так, вот, наверное, вот это вот бекмоз, вот именно вот этот флакон, тут у нас глицерин, вода с розой, ванилью и почули. Так, плюс основа, 7 капель апельсина и лаванда. Вот такое вот суммурное все. Ну, вот оно пахнет так свеженько, и лаванда и апельсином он дает последними капельами как раз. Потом, вот это вот губки, я, наверное, их делала без камеры, потому что тут у меня их, они не подписаны. И я не знаю, что тут, я даже открывать не буду, потому что я все равно особо так вот не учуюсь сейчас. Потом, вот эти, которые последние я делала для ленки, тут масло ЖЖБА как основа, и, ну, и вот одно из масел, которое советуют на разных парфюмерных сайтах, посвященных этим самопальным духам, которое без запаха и может подойти под основу. Хотя вот моя соседка по работе, ну, в соседнем магазине, хозяйка магазина Кадо, она учуяла это самое масло, ну, вообще она парфюмерное масло учуяла, которое как бы не должно ничем пахнуть, а снова ту и сказала, что там еще что-то есть. Она мне еще тогда сказала, почему ты не пользуешься своими духами, если ты делаешь свои духи, что если они на тебе выветриваются, то надо их наносить или на волосы, или на какую-то шмотку. И действительно, они, вот, которые я делаю сама, они буквально через три часа выветриваются, если вот они на мне, и вот приходилось, я на работе их периодически обновляла. В общем, здесь у нас лаванды, я даже не замечала, сколько я капель туда капнула, чисто налила одной лаванды, и у меня тут было, ну, может, сколько оно, две, три четверти этого масла. Так, вот, еще двое у меня тут осталось, я периодически на часы смотрю, потому что просто я не помню, сколько у меня там говорится, чтобы вовремя нажать на паузу, да. В общем, это у нас флакончик от амбровой вуали, прифрашевской. Оно, кстати, тоже такое слегка расслоившееся, но не настолько белое, как битмоз. Тут у нас два с половиной миллилитра масла, но все за это, жасмина затерлась от масла жасмина. Потом эфирный, по-моему, я даже делала на основе масла жасмина. И чуть-чуть глицерина, и вот если потрясти, оно такими пузырьками становится. В общем, масло жасмина у меня эфирная карта была, или я не знаю, какое оно, парфюмерное какое-то, давно стояло, я его в аромалампу использовала. Потом масло, масло апельсина, глицерин несколько капелек, лаванда и нейроли. Это вот такое вот, в ламбровой буаре у меня стоит. И еще вот последнее, которое я очень хорошо пользовала. Именно в основе их я и таскала на работу. Это у нас во флакончике, вот уже очень снятости такой, нефрашевской воды любви. Это роза и ваниль. И парфюмерная основа, плюс глицерин, вода и... Что тут еще, еще? Ну, что-то еще тут. И вот тут настолько, видать, оно хорошо растворилось, а сошлось, потому что оно не расслаивается. Хотя тут и глицерин есть, но глицерина было немножко. И в основе тут вода и вот это масло базовое. И оно пахнет розой и ванилью. Вот именно так, как я хотела соединить именно розу с ванилью, и попробовала, у меня вышло именно удачный эксперимент такой. Немножко масляные тела. Ну и раз уж я говорила вначале про это несостоявшееся мыло, которое стало маслом, я на его основе делала гидрофильное масло. Хорошо смывает термоядерные блески для губы, какую-нибудь помаду, которая долго-долго держится на губах. Я не знаю, возможно, у него там все-таки какой-то срок годности должен быть, но оно у меня ничем таким вот другим совершенно не воняет. Стоит в темном, возможно, даже прохладном месте. И, конечно, его надо периодически потрясти, прежде чем использовать. Но выглядит оно точно так же, как вот всякие вот эти дорогие, или, не знаю, есть вот эти каталожки типа Reflame, Avon, гидрофильное масло, но вот именно, что оно сначала идет, вот выглядит на тюбике как бы полосатое, там раз-два, двухполосное, да, а потрясешь, а потом оно становится однородное, можно сказать. В общем, ну вот такая вот штука. Я ее периодически пользуюсь, иногда забываю про нее, если особенно мне дарят там какое-нибудь молочко, или я про него это молочко вспоминаю. У меня вот было долго, очень жила от Насти Зарецкой, от Modum, розовое молочко, очень классное, кстати. И еще вот сейчас у меня в пользовании стоит от Дарьи Ивановой, по-моему, она уже сменила фамилию, фамилию, честно сказать, не помню, канал Сиси Шмидт. Вот она меня там дарила в посылке вот такой, как с мицеллярную воду, в общем, я сейчас ей так вполне себе пользуюсь. Вместо вот этого счастья, но оно у меня стоит. Ну, если оно уже испортится, конечно, я его не буду пользоваться уже, возможно, делаю потом какой-нибудь другой. Вот здесь у меня, вот из свеженького, можно сказать, это у нас басильковый лосьон, взялый 20-го, ну что-то он, 2017-го. 3 грамма басильков, сами соцветия и 150 миллилитров водки, это тогда я действительно покупала. Ой, забыла, совсем надо, наверное, достать, а может... У меня, короче, по совету тети, какая-то там мазь, я про него только сейчас вспомнила, думаю, откуда у меня там водка взялась. Я собирала соцветия одуванчиков и заливала там, как-то это надо было заливать водкой на 3-х литровую или на литровую банку, уж не помню, по-моему, мне меньше, чем 3-х литровая вышла. Какая-то мазь от боли в ногах, еще от чего-то, она вообще на интернете посмотреть, потому что я не помню сама, или у тети спросить. Делала когда-то наша балка, вот на этот мотив, момент, моя тетя делала и по ее совету делала я. В общем, потом достану. И, в общем, вот у меня оставалось... Сначала я купила этой водки, оказалось, ее мало. Потом пришлось купить еще раз этой водки, во мне какую-то разную покупала, она мне через колокольчик купить самую дешевую. А я вообще без понятия, сколько эта водка стоит. У меня с учетом, что ну как бы я не понимаю. Водка и в Африке водка, да, и у меня вот то, что осталось потом от того доливания, я решила сделать себе васильковый росьон, чтобы потом, в общем, он полный был, я потому что дело потом совмещала. И как бы спирт, он же у нас консервирует. Можно совсем немножко, капельку, там, чайную ложку спирта, допустим, на вот такой флакончик какого-нибудь настоя, и он будет долго жить, больше, чем, допустим, 2-3 недели, как обычный лосьон, да, ну, натуральный, соответственно. И никакого вреда особого, ну, как бы вреда не причинит, если у вас, допустим, во-первых, маленькая концентрация, я думала, вообще не причинит вреда, если только пользу. Потому что я делала лосьон огуречный, на самом деле у меня уже практически его не осталось, наверное, даже уже не осталось, а я специально там выбирала огурцы у нас в деревне, когда мы их еще там выращивали, терла, их у меня 2 года стоял на этой водке, ему не холодно, не жарко было, и мне очень нравилось, раньше я покупала в аптеке этот огуречный лосьон, у меня, ну, как бы смешанное, периодами кожа становится жирной, и вот он мне очень помогал. Намного лучше, чем все эти косметические штуки, которые как-то там абсорбируют остатки кожного жира, или что-то такое, чтобы кожа была матовая, правда, сейчас еще существуют какие-то фигурины, хайлайнеры, что ли, или что-то такое, что потом делает кожу блестяще, не знаю, зачем это делается, в общем, на самом деле, в общем, вот такая вот штука у меня есть. Так, вообще, у меня есть еще один тоник, но я забыла записать, что там в составе, у меня был только он где-то сфоткан, и чисто надо по компу искать и смотреть, что там. Вот, достала я из шкафа эту самую, как бы, мазь, ну и там вот эта водка довольно быстро окрасилась этим соком, и вот я ее так еще, кстати, не открывала, я даже открывать при вас не буду, пусть она стоит, ну, потом, на, вообще, у тети, правда, узнаете, это вот с одуванчиками, которая, и как ее-то вообще принимать, в смысле открывать ее, как ее мазать, садить, там, что с ней делать. Так, вот тут у меня есть отвар ягод малины и красной смородины, примерно 200 мл плюс 50 мл лосьона Василькова, как раз вот из этой вот бутылочки. Ну да, тут все флакончики от Эйвана, еще чего-то, я иногда их оставляю, если что-то можно отмыть нормально, без гемора, и можно потом использовать. И делала на меня второго наибрая сего года, тоник для лица. Было еще, у меня там оставалось чуть-чуть, вообще, как получились у меня ягоды малины и красной смородины, я как-то пошла в сад, увидела их там, было очень холодно, я заколебалась их снимать, но сняла все-таки. Малина была созревшая, но кислая, и смородина уже чуть-чуть подсохшая, местами была вот то, что забыли снять, может не успели, еще как-то. И я думала, что сделать варенье с яблоками и с этим вот самым. В результате они у меня простояли в холодильнике очень долго, и потом поняла, что их надо, наверное, уже легче просто сварить и сделать какой-нибудь тоник. Посмотрела в интернете, можно ли так сочетать? Можно, в принципе, даже тем, у кого, допустим, кто моего возраста, но ее и его кожа выглядят не так, как моя, в смысле, допустим, обычный человеческий возраст, мне кто-то в каменах недавно написал, что я выгляжу за 16 лет, очень было приятно, потому что обычно большинство людей пишут, вот чисто, а, ты там на сколько ты лет выгляжешь, ну, короче, люди из зависти пишут всякую гадость. Ну, да, не будем сейчас об этом, это их, в принципе, дело личное. Ну, в общем, ягоды малины, их можно, если в чистом виде, ну, в смысле, одна малина там или другими какими-то компонентами растительными сочетать, вот если у вас какие-то есть первые признаки морщин, то это вам очень поможет, такой тоник или маска. В общем, вот я делаю, у меня было немножко оставалось это чисто отвара, и я добавляла совсем по капельке вот этого счастья, маленькие флакончики, потом пользовала как тоник для лица, хотя у меня был уже какой-то тоник там на тот момент, подаренный от подписчиков, и, в общем, я пользовалась. Сейчас он у меня стоит, есть не просит, тут оселёг местами плавает. Вот так вот, ну, стоит, соответственно, в тёмном, прохладном месте, не на свету, и можно, в принципе, если вы пользуетесь, можете хранить на дверце холодильника, если у вас в комнате прям адовые тропики, жаришься, да. Потом, вот у меня вообще бабушка-то делала, но она, по-моему, я не помню, пользовалась она или нет. Есть какое-то поверье, тоже какая-то мать офигительная, значит, настаивать на спирту или на водке, это не то я взяла. Эти цветы, какие-то там, сирени. Она, кстати, темнеет потом. Я тоже решила сделать, но чисто, я не помню же, какие косметические использования у неё есть. Если интересно, просто посмотрите в интернете, или, возможно, я писала у себя в странной группе с инструкцией по применению и пропорциями. Ну, вот я сделала себе на всякий случай, там когда-нибудь пригодится. Настойка с сиреней, водка 100 мл, 20.06.2017 года, вот как раз вместе с Вальселиком я делала. Ну, тут, конечно, у меня меньше было сирени, я не успела её особо много набрать. Собирала в деревне, естественно. Ну, вот, соцветия тут они. Кто-то, найдя 5 или 3 лепестков следа, это Лёля, не долго думая и не разбирая, залила это всё водкой. Второе, вот, которое, рука к нему тянулась, это у меня настойка чистотела, 65 мл коньяка старейшина. Сейчас скажу, откуда он у меня взялся. У меня на Новый год в этом году приходили, ну, после Нового года, вот как первое число января, приходила подруга с мужем, он приволакивал коньяк, и, соответственно, я коньяк не пью, но он почему-то решил, что надо мне сколько-то там вот эти 65 мл, оставить, чтобы я их убила. Он стоял, 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 стоял. Я думаю, ну, что с ним вообще делать? И посмотрела в интернете, что, ну, как бы можно делать всякие настойки, да, вот эти тройные, в косметических средствах использоваться. И я в результате нахимичила. Тут у нас, он 5 лет, мне кажется, 5 лет жизни, вот у меня всё написано, 5 лет жизни, плюс 11 грамм ножек и листьев чистотела, 17-го, значит, вот 2017-го деланное. Тоже можно, в принципе, разбавлять даже той же какой-нибудь минеральной водой, ну, чтобы уж не совсем спиртом этим сжечься, да, ну, и, соответственно, применять для кожи лица. Так, у меня тут, в этой баночке, в баночке, вообще в этой баночке у меня ничего не было. В эту баночку мне привезла всё время моя подружка Ксюшка, когда у меня заказывала мыло, ещё до ведения канала, и она просто, ну, спрашивала, надо ли мне что-нибудь такое, она мне всякие маленькие флакончики привозила, которые тоже уходили в дело. Тут у меня, я делаю исключительно крем для ног. Тут кокосовое масло, потом этот, по-моему, я даже видео снимала на эту тему, у меня куча всяких каментов было, что я неправильно извлекаю сок алоэ. Сок алоэ, значит, алоэ у меня растёт в комнате, в жёлтой комнате, большой комнате, как мы её раньше называли, с роднёй, и мёд. Мёд, соответственно, наш. Но так как мне потом подарили какой-то крем для ног, я его периодически пользовала как крем для лица, но вообще-то можно использовать как крем для лица, на самом деле, это всё такое увлажняющее. Можно всем по отдельности, можно все вместе смежать, вот как я сделала. И как крем для тела. Сейчас он у меня стоит на дверце в холодильнике, потому что, в принципе, я им не пользуюсь сейчас. Ну и прикомнатный, так-то он застывший такой. Прикомнатной температуре он, конечно, становится пожиже, как бы однородный, и его можно вполне себе использовать. Так-с, это пингвин с блеском в жопе. И тут уже блеска нет, но тут на кокосовом масле с воском, и, значит, этот с какао, который, бельгийский какао, который я покупала на пароме к Викинг Клабу, вот у меня тут остатки был и роскоши. Я делала блески для губ, ну, бальзамы в смысле, вот для ногтей, и что-то вот у меня, там, я сестре своей яговистке дарила, которая тогда жила под Нижний Новгород, кажется, она, по-моему, она все еще там живет, Наташа потом подружки своей посылала, одну и Москву еще кому-то, ну, много кому-то делала, чисто я пыталась вот она виток, по совету друзей выкладывать, типа, как продавать. Ну, конечно, мне ничего не пошло, но, я думаю, просто, как бы, даже по символической цене, ну, много кто таким занимается, легче, наверное, самому сделать, чем заморачиваться и у кого-то заказывать. Ну, я не знаю, с чем все она, в общем, в самом деле. И потом я просто уже, вот, как раз стала делать эту травную группу. Так, там она еще, у меня картинка такая была, мыло от пинга, я не знаю, сейчас такая же картинка висит, или я меняла, я еще от руки рисовала эту пингу, так, в стиле детского такого рисунка. И, в общем, вот тут такой у меня блеск, ну, он, конечно же, прозрачный, хоть и выглядит, как коричневенький такой шоколадный. Там у меня еще какое-то масло было добавлено. Я вот сейчас нюкаю, но не могу сказать, какое-то, может быть, лотоса даже, масло лотоса, скорее всего, было. И, в принципе, иногда я его, вспоминаю про него, в основном я его использую, как возле ногтей. Пингвин. Так, положивши начало моей дружбы с Линуксом, хотя я тогда все откладывала, откладывала. Так, тут у меня пакетик такой, этот, с блесками, я, кажется, тоже делала на камеру, я хотела сначала его использовать, а потом у меня что-то сейчас идет любовь к Фаберликовской внезапной помаде. На самом деле, я не очень люблю косметику Фаберлик, некоторые продукты у них, конечно, хорошие, некоторые мне нравятся, там, крем-дорог, это, крем-дорог, допустим, ну, иногда крем-дорог у них тоже нормальный. Вообще, крем-дорог мне у них нравится, и вот единственная помада мне дарила Оленка, и вот то, что у меня сейчас на губах, я, конечно, вам ни номер не скажу, ни цвет, ничего, но она мягкая такая, и она наносится совершенно очень хорошо на губы, и увлажняют их, не на никаких там бальзамов под нее, или еще что-то. В общем, у меня тут были такие тени от Макс Фактор, дарила мне, кажется, по меняшке, первой, наверное, по меняшке у меня пришли от Насти Зарецкой, и, да, ссылка на ее канал, если что, у меня там на странице канала, где вот эти вот интересные каналы есть, там, где-то в этом месте. В общем, так как тенями я не пользуюсь, один раз я, по-моему, им попользовалась, чисто на видео, тенями я очень редко пользуюсь, раз 5, раз 6, раз 7 лет, я никак не воспринимаю это, у меня очень сильно устают от них глаза, буквально там через полчаса, можете говорить, что они там супер гипоаллергены какие-то, ну, в общем, ну, не мое это. И в результате я где-то на одном как-то видео на Ютубе, меня-то там так совершенно случайно увидела, посмотрела, девочка делала из каких-то блесков, или теней, тени, по-моему, бесцветные блески для губы, делала эти самые цветные блески для губ, я решила попробовать с тенями, с вазелином и кокосовым маслом. Честно, уже не помню, что тут, но есть отдельное видео, то есть, наверное, в плейлисте «Химик Лёри», если интересно гляньте, или на страничке травника ВКонтакте. Вот здесь у меня то, что просто остатки такие, они не влезли никуда, я использовала эту баночку. Баночки такие я специально покупала в магазине, рассчитанном на бисер у нас там, в Угличе, не знаю, может, он уже не существует, даже никак не знаю, как он там назывался, но специально такие баночки покупала исключительно чисто под блески для губ или под вод для ногтей. Вот такая у меня полноценная баночка. И вот сама эта баночка от теней этих самых Max Factor. Он довольно такой жидкий получил, ну, такой конкретный блеск, я его наношу кисточкой. В некоторых видео даже, ну, есть я там с ним. А это я просто пыталась уже делать, тут он был на базелине в основе, тут я делала уже на кокосовом масле с маслом, на смысле с воском и кокосовым маслом. И краситель я хотела добавить красный, но видно, что красный краситель, на самом деле у меня красный краситель, хоть я и перемешала тщательно, я сел на низ, а сверху осталось именно вот такое масло, воск с маслом. И я его сейчас вот на днях пользовала, чисто как вод для ногтей. Он довольно мягкий такой и хорошо так наносится. Ну, в принципе, идея вот этого воска для ногтей меня все время подтолкнула. Я на Гринмаме раньше заказывала не их косметика, но каких-то там, кого-то они продавали, именно вот в таких маленьких баночках был вод для ногтей. И я тогда первую еще до введения вот этого травника, я помню, сама делала, даже не знаю, фотографировала ли, есть ли у меня где-нибудь на компьютере это или нет, но именно пыталась тогда из воска и каких-то там масел делать себе этот самый воск для ногтей. Сама. Ну, как бы, если есть из чего-то, почему бы и не сделать, не тратя деньги. В общем, тут у меня баночка. Это я с однокласской, тогда я еще смотрела травы, какие нужно, ей торкнула голову, что нужно делать зубной порошок. Но так как мне потом надарили всякие зубные пасты, я еще что-то как-то запасно покупала, и как-то это мне все отвалилось, отошло. Причем у меня тут, я делала его, по-моему, еще, может быть, весной этого года, уж не помню, когда мы с ней там перестали общаться. Тут подорожник, листья подорожника в виде порошка я истирала специально, потом я была в Пскове, а в Нижнем Новгороде, кажется, когда в Великом Новгороде, когда в этом году я делала путешествие от Ярубултура, я купила, в случайном магазине увидела эту ступку деревянную, давно так давно мечтала, и купила себе, вот сегодня буду делать сбор, и, надеюсь, ее опробую уже в деле. В общем, тут у меня порошок подорожника. Там несколько трав сочетается вообще разных, и его используют вместо, допустим, зубного порошка, обычного белого, да, как это, чистить зубы. Здесь у меня в баночке из-под маски бальзама для волос с чесноком русское поле из фикс прайса. Упта! Я не знаю, снимала я видео или нет, ну, в общем, на странице, опять же, травника, у меня есть там этот уптам. Делала я его с большого пинка моей подружки, внезапно, который, как бы, не ожидаешь от Маши, что вот она вот решит, что ей надо вот такое что-то натуральное. Я меня долго-долго пинала, в результате я сделала, там ей дело, себе делала, сама использовала, мыла им голову, но голову мне как-то не понравилось, как он моет. Может, конечно, надо его как-то хорошо потом вычесывать или еще что-то. Мне он больше понравился, как умывалка или скраб для лица. Ну, или там, как бы, скраб для тела. Он стоит, есть не просит. Так, вот здесь у меня ванночки из-под Ивраше, которые мне дарила, опять же, подписчица Рина. Я сначала хотела сделать маску для волос. У меня было масло, остатки. Аленка когда-то дарила от Миролы, там, значит, для волос, экстракт перца красного и репейное масло. И что-то вот оно у меня оставалось, я сама оно как-то нешло, я решила делать на нем маску. В общем, тут мед и это масло изначально было. Я его пробовала как маску, в принципе, как-то нормально. А потом, думаю, я как-то сделала себе кофе, молола в кофемолке, и у меня что-то получилось очень многое осталось, этот кофе. Я, ну, некоторое время назад, может, неделю назад, я смешала это кофе с этой вот маской. Потом опробовала, сделала чисто, ну, понятно, сделала скраб. Конечно, он нифига не мыется, ну, в смысле, я думаю, туда может добавить какого-нибудь мыла, там, мыльные основы или еще что-то, или просто какой-нибудь гель, чтобы посмотреть, что будет, чтобы именно мыльный такой был. Но скраб он хорошо скрабирует. В общем, вот такой вот. Правда, он, конечно, жидковатый, но он у меня стоит в ванной, вот сейчас я подаю, достала. И последняя коробочка, да, я потом покажу еще этот настой каких-то трав, возможно, вспомню даже. Это у меня все, что осталось от уптана. То, что не смогло стать мелким, то, что я хотела потом использовать в скраб. Тут у меня кусками виднеются липовые листочки, ну, в смысле, от цветочков эти вот хвостики, еще что-то. Я уже не помню, что тут, но в основе тут вот то, что не измельчилось, то, что отсеялось от того, что должно было быть уптаном. А то я периодически отсюда что-нибудь беру и просто иногда делаю себе какой-нибудь скраб для тушки. В общем, из-под сбитня, который я приволокла, написано вообще Изборск, да, вот в Изборске, я, кажется, покупала. Да, наверное, в Изборске. Или в Новгороде, или в Изборске, где-то там. Здесь у меня, по-моему, отвар этих самых лепестков розы и еще добавлен, соответственно, василек, чтобы оно не забродило, не померло и тому подобное. Просто у меня тогда что-то некуда было выливать, бутылочка освободилась, и, соответственно, вот оно у меня стоит здесь. И еще я решила показать, я думаю, многие знают, что можно сделать на стойке и на прополисе, и что это, в принципе, очень полезная вещь. Допустим, если у вас болит горло, чайную ложку или типа того, в стопочку залить водой, и жидкость побелеет. Ну и, соответственно, выпить. Это еще давно-давно в детстве делали. Это когда я вообще разбиралась, когда в прошлом году в комнате бабушки нашла некую штуку, три тарина, тари, как хрен знает, что-то такое, в общем, какую-то горькую настойку. Вот, ну, буквально, вот столько было этой горькой настойки. Что с ней делать, соответственно, я не знала, потому что я такое не принимаю. И мне просто тетя посоветовала, еще там где-то был, кажется, медицинский спирт еще у бабушки же, и она мне посоветовала просто будто бутылочку закидать прополиса. Залили мы этим медицинским спиртом, оно долго-долго стояло, и вот оно уже год, наверное, с лишним ему. Если я про него иногда вспоминаю, особенно когда у меня болит горло, я, соответственно, им лечусь. Его, наверное, еще куда-нибудь можно добавлять, ну, надо читать, смотреть. Я вот просто помню, что в детстве у меня, ну, не то, что в детстве, но где-то там, может, и в детстве, маленькой капелюшечкой, там, сколько-то капелек, пипеточкой, да, в стопочку, и надо было это выпить. Ну, такой специфический вкус, конечно, не знаю, как передать, если вы представляете, что такое прополис, как его там пьют в лечебных целях, да, то вот такое вот. В общем, можно сказать, это, наверное, я просто решила, что раз я сама это как-то схимичивала, хоть это может делать любой, то можно это вот отнести к моей косметике, да. Лечебная такая косметика. Лекарственная, даже можно сказать, лекарственное средство. В общем, вот такое у меня видео, скорее всего, оно вышло минут на 40. В любом случае, всем спасибо за просмотр, и до новых встреч. Пока.